Сегодня нет консенсуса по вопросу о том, чтобы официально направить сухопутные войска, но в динамическом развитии нельзя ничего исключать. Это заявление две недели назад стало информационной бомбой. Отправка западных войск в Украину не стояла на повестке дня. И даже намёк Макрона на такую возможность вызвал отторжение. Олаф Шольц заявил о единодушии союзников в том, что… «На территории Украины не будет солдат, направленных туда европейскими странами или государствами НАТО. И что солдаты, которые служат в наших странах, не будут лично принимать активное участие в боевых действиях». В других европейских столицах и в штаб-квартире НАТО планы отправки войск в Украину также опровергли. Однако 5 марта президент Франции отправился с визитом в Прагу и повторил свой тезис, что для Украины можно сделать больше, а также призвал европейцев не быть трусами. «Мы определённо приближаемся к тому моменту в нашей Европе, когда будет уместно не быть трусом. Мы никогда не хотим видеть трагедии, которые происходят. Мы никогда не хотим видеть, что поставлено на карту. И я верю, что наши две страны осознают, что происходит в Европе, что война вернулась на нашу землю, что силы, ставшие неудержимыми, с каждым днём увеличивают угрозу, всё больше нападая на нас. И мы должны будем соответствовать истории и тому мужеству, которого она потребует». Многим послышалась в словах Макрона критика в адрес Шольца. Канцлер ФРГ традиционно осторожнее в своей риторике. Эксперты, однако, подметили, что и сам Макрон до сих пор применительно к ситуации высказывался более сдержанно. «Ещё в январе, выступая в Бундестаге, с речью в честь Шойбля он говорил о войне на пороге Европы. Теперь, по словам Макрона, война бушует посреди Европы. Также он уже говорит, что Россия должна потерпеть поражение. До сих пор он говорил о России, нельзя дать победить в этой войне. Это свидетельствует о его возросшей решимости в свете более драматичных вызовов, ставших перед европейцами». По мнению экспертов, на изменения риторики Макрон пошёл из-за изменений на фронте в Украине. Задержка военной помощи США привела к дефициту боеприпасов в СССР. На этом фоне Россия захватила Авдеевку и перешла в наступление. «Что имелось в виду, с моей точки зрения, понятно. Учитывая нынешнюю ситуацию, ничего уже нельзя исключать. Это означает, что теперь французский президент делает ставку на сдерживание. Противоположность тому, что мы слышим от Берлина». При этом во Франции поддержка идей Макрона не абсолютная. Крайние левые и правые оппоненты обвиняют президента в подрыве условий для возможных переговоров с Москвой. Но и в других партиях призывают не перегибать палку. «Мы не трусим перед этим тираном и не миримся с тем, что Россия может натворить. Мы просто просим, чтобы ответ был организованным, чтобы мы не выходили за рамки того, о чем нас просит Зеленский. Украинцы никогда не просили нас вводить сухопутные войска. Они просили нас выполнять наши европейские обязательства. Реальность такова, что даже Франция не выполняет своих обязательств перед украинским сопротивлением». 7 марта Макрон встретился с лидерами парламентских партий Франции. Несколько присутствующих на условиях анонимности рассказали Фигаро, что президент с картами в руках объяснял риски отхода Украины от линии фронта в пользу российской армии. И якобы добавил, что для Парижа красных линий в помощи Киеву больше нет. «Отправка войск не стоит на повестке дня, это говорит и Макрон. В Евросоюзе нет консенсуса на этот счет. Однако за этим стоит идея также вместе с союзниками и странами Европы уже отправить в Украину консультантов, чтобы обучать украинских солдат, поддерживать киберэкспертов». На конференции в Париже, где и прозвучала сенсация о наземных войсках, кроме того, была создана коалиция по снабжению Украины ракетами средней и большой дальности, а также по закупке боеприпасов для Киева в третьих странах. Стоит отметить, что лидером по объемам военной помощи Украине с отрывом остается Германия. И тем не менее, правительство Шольца, отклоняя поставку Таурусов, идет вразрез с Британией, Чехией, Нидерландами и другими союзниками. Продолжение следует...